Эти медитации с сопровождением каждый может использовать совершенно бесплатно. Они представляют собой основные практики Центра Самадхи и являются некоторыми из многих техник, которые можно использовать с целью продвинуться в направлении Самадхи. 1. Должен отметить, что на развитие концентрации и спокойствия, необходимых для достижения того, о чем говорится в медитации, могут уйти многие годы. 2. Будь терпелив, целеустремленен и, самое главное, спокойно относись к тому, в какой точке путешествия ты находишься, поскольку в конечном итоге сам путь и есть твоя цель. 3. Медитация содержит два аспекта, или можно сказать, два измерения. 1. Измерение меняющихся явлений, в основном мыслей, ощущений и чувств. 2. Измерение сознания, которое свидетельствует явление. 3. Можешь называть эти два аспекта осознанным присутствием и пустотой ума, или инь и ян. 3. Есть медитативные техники, когда ты что-то делаешь. 4. И есть часть медитации за пределами техник, за пределами действия. 5. Когда эти две части сбалансированы, они похожи на крылья птиц, несущие тебя к Самадхи. 6. Инь и ян. Осознанное присутствие и пустота ума должны быть сбалансированы, подобно тому, как вихрь урагана уравновешен неподвижностью в центре. 7. Неподвижность в вихре или бриллиант в лотосе является прекрасными символами медитации и Самадхи. 8. Поговорим о первом аспекте медитации, аспекте инь. 9. Это проявление женского, покорность, открытость к изменяющимся явлениям или энергия жизни. 10. Это позволение, покой, безусильное отпускание. 10. Ян. Аспект медитации выражается в сосредоточении ума, однонаправленной фокусировки. 11. Он является свидетельствованием неподвижного в центре вихря, в то время как инь представляет собой все то, что постоянно меняется. 12. Оба аспекта практикуются одновременно. 13. Одна часть медитации безусильно, а вторая предполагает усилие. 14. Обе части практикуются вместе. 15. Это может показаться противоречивым, но это не так. 16. Осознанное присутствие и пустота ума. 17. Усилие и безусильность практикуются, пока не станут одним целым. 18. Как более точно говорит Зен, не существует одного без другого. 18. Ты одновременно развиваешь силу тотальной концентрации вместе с глубоким несопротивлением настоящему моменту и расслаблением. 19. Твое усилие сохранить присутствие становится настолько интенсивным, что трансформируется в тотальную покорность твоего существа. 20. И твое безусильное принятие этого момента настолько тотально, что становится непрерывным присутствием. 21. Медитативных техник очень много, но все они, независимо от традиции, развивают два качества. 21. Способность концентрироваться или утихомирить блуждание ума. 22. И способность развить покой или внутреннюю покорность. 23. Таким способом мы очищаем чувства, очищаем себя от самскар или обусловленных шаблонов. 23. Мы начнем с техники наблюдения за дыханием. 24. Классической техники, которой учил Будда. 25. Перед началом медитации растяжка подготовит тело к долгому сидению. 25. Если твой ум неспокоен, повторение мантр поможет сконцентрироваться и направить сознание внутрь. 26. Делай все, что поможет тебе войти в состояние покоя и сосредоточенности. 27. Отключи телефон и все остальное, что будет тебя отвлекать. 28. Будь намерен непрерывно медитировать на протяжении временного отрезка, комфортного для тебя. 29. Наблюдение за дыханием – очень простая практика, но неожиданно тяжелое в выполнении. 30. Сядь как можно удобнее на подушке, скамеечке для медитации или стуле. 30. Твой позвоночник должен быть прямым, чтобы энергия могла свободно подниматься по нему. 31. Прямой позвоночник способствует алертности тела. 31. Выпрями позвоночник и расслабь остальные части тела. 32. Положи руки на колени. 33. Всегда начинай с чистым умом. 34. Отпусти все идеи о медитации и просто наблюдай за дыханием без всяких мыслей. 34. Как будто ты не замечал его раньше. 35. Если ты новичок в медитации, начинай с 15 минут и постепенно доведи ее продолжительность до часа. 36. Если у тебя уже есть хороший опыт медитирования, то постарайся просидеть как можно дольше. 36. В наличии есть четыре аудиофайла медитации с сопровождением. 36. Эти медитации не следует считать отдельными практиками или техниками. 37. Каждая медитация просто углубляет осознавание дыхания. 38. Как только уровень концентрации и покоя повысится, 39. Переходи к следующей медитации и смотри, как она откликается. 39. Возможно, эта медитация с сопровождением пригодится тебе на первых порах, 40. Чтобы освоить практику медитации. 40. Потом же ты сможешь сидеть в тишине без всяких указаний. 50. Понька 50. Полнение